Умники, советующие выйти из зоны комфорта, чтобы начать жить. Объясните, пожалуйста, сначала, как туда попасть. Это был анекдот о том, что делает нашу жизнь комфортнее, уже абсолютно серьезно в нашей программе. С вами Ольга Пырычкина. Смотрите в этом выпуске. Подушка безопасности для дольщиков. Как планируют дополнить закон о долевом строительстве? Не пуха? Почему чебоксарские тополя все меньше пылят? Пора по паркам. Что нового появится в городских парках столицы Чувашии? Блок поправок. Закон о дольщиках разработало Министерство строительства страны. В Госдуме его планируют принять до конца весенней сессии. Суть в создании специального фонда, при помощи которого будут достраивать объекты дольщиков при возникновении проблем. О том, насколько это актуально для нашей республики, далее. 75 тысяч обманутых граждан, которые вложили деньги в строительство многоквартирных домов. Это данные по России. В Чувашии в начале 2010 года таковых было 794. Это 10 объектов долевого строительства. По данным на 1 января текущего года остался один объект. Позиция номер 3 по проспекту 9-й пятилетки в Чебоксарах. Там свои квартиры ждут 78 человек. По словам главы администрации столицы Чувашии, данный объект планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Теперь главное, чтобы не появились новые. В настоящее время, к сожалению, отмечается замедление темпов строительства по 36 многоквартирным жилым домам, из которых по 16 объектам первоначально запланированные сроки их ввода в эксплуатацию истекли. И они перенесены на более подние сроки, что, соответственно, вызывает недовольство и опасения граждан-участников долевого строительства. Эксперты считают, что закон о долевом строительстве нуждается в доработке. На уровне федерации принимаются меры по его совершенствованию. Необходимо отметить, что с 2014 года, как мера дополнительной безопасности для граждан, была введена обязательность застройщиков страховать свою ответственность посредством заключения страховых договоров со страховыми организациями либо получения гарантии банков. В прошлом году достаточно много лицензий отзывалось от страховых компаний, которые в последующем не могли застраховать ответственность застройщиков. Иными словами, данный механизм себя не оправдал. Новая подушка безопасности для дольщиков – компенсационный фонд. Должен начать работать уже с начала 2017 года. Предполагается, что формироваться фонд будет за счет средств, которые сейчас застройщики отчисляют в страховые компании. Около 1% от суммы каждого договора долевого участия. А это 30-35 миллиардов рублей в год. Точный механизм работы фонда сейчас прорабатывают. Впрочем, чтобы законный фонд были на вашей стороне, нужно правильно заключать договор. Нужно очень внимательным образом относиться к выбору строительной организации, к выбору наличия исходно-разрешительной документации. Ни в коем случае не рекомендуем вам заключать договора займа, которые некоторые недобросовестные у нас строители используют. Действительно, этот вид договора не обязывает сторону, которому отдали деньги, предоставить вам жилое помещение. Необходимо заключать только договор долевого участия, который регистрируется в последующем в органах Росрегистра, что подтверждает, что этот объект не продан ранее кому-то, подтверждает, что у вас права на этот объект в последующем будут за вами закреплены. Тополиный пух, жара, июнь. Это не про Чебоксары. Во-первых, на термометре не больше плюс 15 градусов. Во-вторых, тополей в городе становится все меньше. Об этих и других деревьях, которые растут в городской черте, прямо сейчас. 8 литров углекислоты. Столько за один час выделяют с дыханием 200 человек. Поглотите его за это же время. В среднем может один гектар зеленых насаждений. Если пересчитать, то дыхание троих человек может обеспечить одно дерево средней величины. Чебоксары являются одним из самых зеленых городов России. Общая площадь зеленых насаждений в городе составляет 38% от всей площади города. Площадь столицы Чуваши около 25 тысяч гектаров. Население чуть меньше полумиллиона человек. Исходя из вышесказанного, в Чебоксарах должно быть не менее 2,5 тысяч гектаров зелени. По расчетам сейчас их 9,5 тысяч. В советские времена зеленители отдавали предпочтение тополю. Саженцы недорогие, дерево неприхотливое и быстро растет. Все эти плюсы перечеркнул один пушистый минус. Несправедливо говорят, что вот тополь аллерген. Не сам тополь аллерген. А вот пух, который выделяется, на себе адсорбирует все те вещества, которые могут вызвать аллергию. Но фактически это дерево очень благоприятное для города. Настолько много полезных веществ оно выделяет. Настолько много вредности оно в себя впитывает. Сажать тополя перестали, а к уже существующим применяют так называемую формовочную стрижку. Основной ствол укорачивают на 4-6 метров. После этого дерево не пылит несколько лет. Хорошо подается формовочной стрижке липа. Сейчас это самое распространенное деревье на улицах города. Чаще всего их стригут под шар, но встречаются им более экзотические варианты. Например, куб. Кроме формовочной существует омолаживающая стрижка. Именно она вызывает столько недовольства у горожан. Мол, обкарнали дерево. Специалисты просят не волноваться и потерпеть. В городских условиях дереву это необходимо, а годы через три сформируется красивая крона. Впрочем, стричь, рубить ветки, а тем более деревья целиком, имеют право только специальные службы. Если, допустим, у вас во дворе аварийное дерево, то есть оно наклонено или высохло, то вам надо обратиться в МБУ управления экологией города Чебоксара. Наши специалисты выйдут и обследуют данное дерево и дадут соответствующие ордеры решения на вырубку. Также следует действовать, если вам кажется, что в квартире не хватает солнечного света. Вырубку нельзя начинать без определения уровня инсоляции. Что касается экзотических для нашего климата деревьев, таких как каштаны или кедры, то их приходится спасать не от топора, а от лопаты. Нередко деревья выкапывают, чтобы посадить у своего дома или на даче. Правоохранительные органы предупреждают, засаженцами нужно ходить на рынки и в питомники, а не городские парки. Штраф за это административное правонарушение может достигать нескольких тысяч рублей. И это не считая мук совести. Взрослым скамейки, детям качали карусели, а подросткам вай-фай без пароля. Этим летом городские парки преобразятся. Мы прогулялись по аллеям и узнали подробности. Пора по паркам. Чем жарче становится на улице, тем меньше свободных мест на лавочках в сине аллей. Все три основных парка столицы Чувашии, Лакреевский лес, парки Николаевы и Пиццутлетия этим летом преобразятся. С вопросом, чего вам не хватает в городских парках сейчас, чтобы вы добавили, мы обратились к гуляющим. Бесплатных аттракционов для детей, которые до двух лет или два года, потому что очень много аттракционов, которые уже такие для больших детей. Можно было побольше цветочков? Ну, аттракционов, по-моему, достаточно. Ну, если только скамеек, где можно отдохнуть. Можно бесплатных каруселей какие-нибудь, то все очень дорого. Бассейн, где купаться. Ну, еще... Ну, вроде все есть. А тебе как? Площадку там. Все убрали, мои любимые аттракционы. А что в площадке хочешь? Ну, что-нибудь новенькое. Там качели дорогие. Ракушки, как в Лакреевском лесу. Побольше магазин, где будет продаваться побольше мороженого. А хотите в парк, чтобы интернет был? Да, Wi-Fi. Без пароля. Многое из того, что перечислили горожане, заложено в проектах обновления. Так, в Лакреевском лесу, помимо ремонта тротуаров, система освещения и зеленения обновят детскую площадку. А для родителей появится Wi-Fi без пароля. Обещают даже возможность заряжать гаджеты. Кроме этого, у нас, конечно же, запланировано очень много сидячих мест. Мы заказываем в едином стиле скамейки. Они будут у нас располагаться вдоль центральной аллеи. Около центральной сценической площадки тоже предусмотрено многофункциональный, многоуровневый комплекс скамейок, где можно будет и полежать, и посидеть, и посмотреть, и компаниями. И, кроме этого, эти скамейки будут мобильные, из них можно будет складывать, например, слово «Чебоксары». По словам директора управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, на работы по их части в этом парке потребуется порядка 5,5 миллионов рублей. По парку Николаева, который также ждут обновления, эстрада, озеленение, малоархитектурные формы, сумму еще не определили. Это, наверное, свойственно всем городам, когда город разрастается, а у нас в Чебоксарах с вами строится 15 микрорайонов только на данный момент, конечно, каменные джунгли начинают создавать определенную стрессовую ситуацию для людей, и поэтому парки – это то самое значимое, что мы обязаны сохранить. На протяжении достаточно долгого периода парк Лакреевский лес не получал бюджетного финансирования в принципе, так же, как и парк 500-летия, потому что это были учреждения, которые всегда зарабатывали сами. Но сегодня мы понимаем, что без включения административного ресурса и бюджетного финансирования парк сам не в состоянии на старых аттракционах заработать достаточно для того, чтобы развить в целом и комплексную инфраструктуру. Все, о чем шла речь, планы только на этот год, так называемые краткосрочные. Уже несколько лет архитекторы города разрабатывают глобальный проект реконструкции Лакреевского леса. Но это уже совсем другая история. Меньше город, меньше ставки по ипотечным кредитам. О том, какая компания и где это практикует, в репортаже. Город Шумерли. Население 30 тысяч человек. Это пятый населенный пункт республики по величине. Зато первый, где квартиру можно купить в ипотеку со ставкой 5,5% годовых. Новая беспрецедентная акция. Социальный ипотек 5,5% годовых. Причем это не маркетинговая ставка, это реальная ставка. Срок займа 20 лет и 5,5% действительно будет прописано в договоре займа. Эта акция рассчитана на покупателей квартир в городе Шумерля. Кирпичный дом в центре города по адресу улицы Ленина, 16. Представлен одно, двух и трех комнатными квартирами. Те, кто уже присмотрел себе здесь жилье, отмечают еще один. Существенное для Шумерля ее проблем с централизованным отоплением плюс. Новый дом. Дом кирпичный. Как бы с индивидуальным отоплением. Как бы немаловажное для нашего города, я так думаю. Потому что, как бы, когда все отключается, а на улице еще холодно, и с маленькими детьми, это мне кажется, что очень важно. Тем более, как бы, здесь ипотечная корпорация предлагает, как бы, ставку такую минимальную. Так скажем, я, насколько знаю, 5,5%. То меня, в принципе, это вполне устраивает. Рассматриваю вариант в этом доме. Улица Ленина, дом 16. Дом понравился тем, что он в кирпичном исполнении. Здесь есть индивидуальное отопление. Это очень удобно. Меньше затрат и, как бы, тепло в квартире настолько, насколько тебе комфортно. Самый большой плюс, то, что здесь предоставляется займ под процент 5,5. Это очень низкий процент. Ни один банк не выдает. Тоже проводили свою, как бы, статистику, мини-статистику. Вот. Плюс то, что здесь 15% взнос первоначальный. 5,5% – это ставка более чем в два раза ниже, чем ставка ипотеки с господдержкой. 12% в цифрах. Это выглядит следующим образом. К примеру, приобретаем квартиру однокомнатную. Стоимость однокомнатной квартиры – 1,2 млн. Вот ставка 12%, ставка 5,5%. Если бы мы брали ипотеку с господдержкой по 12% годовых, мы заплатили бы в месяц 11817 рублей. Если же мы берем наш продукт, ипотеку под 5,5% годовых, платеж составит чуть более 7000 рублей. То есть экономия в месяц по платежу – 4 с лишним тысячи рублей. То есть если это перенести на срок 20 лет, который действует наша программа, это более миллиона рублей. 1,47670 рублей. То есть это реальная экономия в стоимости практически квартиры. На двухкомнатной квартире все это гораздо интереснее, потому что цифры существенно больше. Стоимость чуть более 1,8 млн. Разница в месяц – 6,5 тысяч по платежу. То есть если бы это была ипотека с господдержкой, это было бы 17 с небольшим тысяч. При ипотеке в 5,5% – это 10, порядка 11 тысяч в месяц. То есть экономия в 6,5. За 20 лет вы сэкономите 1,5 млн. рублей. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok